Здравствуйте! Это Новосибирские новости и Марина Аверина. Когда снова подорожает бензин, откуда в городских дворах появились ядовитые змеи? И что чувствуют спасатели, когда тушат пожар? Об этом и не только сегодня в выпуске. Бензин снова заметно вырастет в цене в ближайшее время, прогнозируют эксперты рынка. Скажется о дефицит топлива. Оно частично исчезло из продажи на некоторых сетевых заправках. Так, автомобилисты жалуются на отсутствие АИ-95 и АИ-98. На некоторых АЗС предупреждают о том, что истекают запасы дизельного топлива. Сказывается закрытие на плановый ремонт Томского нефтеперерабатывающего завода. Это ключевой поставщик топлива в Новосибирской области. Сейчас некоторые трейдеры получают только треть необходимых объемов топлива и вынуждены закупать его на бирже или у других участников рынка по высоким ценам. Подогревают кризисы автовладельцы, которые сейчас запасаются бензином впрок. По маркам, по которым сейчас тревожная ситуация, это в основном 95-й бензин. Но и в перспективе, конечно, это возможно будет касаться и 92-го, и дизельного топлива. Решение этой проблемы нужно просто время. Время, почему? Потому что большое количество топлива, которое было в оптовом сегменте по высоким ценам, оно должно быть выработано, реализовано. Для того, чтобы изменились цены, нужна именно стабильная ситуация, повторюсь, так, чтобы внутренний рынок получил именно достаточный объем топлива. И уже тогда, когда стабилизируется биржа, стабилизируются оптовые цены, уже можно будет говорить о том, что после, как говорится, произойдет стагнация, и тогда уже можно говорить о каких-то изменениях цен и стабилизации. Новосибирские вузы расширят сотрудничество со странами Азии в области инженерии, технических наук и других направлений. Сегодня подписали соглашение об открытии представительства Новосибирского межвузовского центра университетов в Пекине. Сегодня у нас достаточно интересная новая страница в развитии межвузовского сотрудничества высшей школы с зарубежными вузами. Мы открываем представительство вузов Новосибирской области в Китае, в городе Пекине. Есть такой очень сильный показатель у каждого вуза, где примерно 5% иностранных выпускников должны устроиться в российские компании. У каждого вуза своя программа по трудоустройству таких иностранных граждан. В настоящее время Российская Федерация и Китайская Народная Республика тесно сотрудничают в разных сферах, в домсестре и в сфере образования. И многие китайские вузы, школы, китайские студенты, они хотят сотрудничать с российскими вузами, они хотят обучаться за границей в России. Ядовитую змею нашли на детской площадке в Зайльцовском районе. Причем не где-нибудь на краю леса, а рядом с площадью Калинина. Местных жителей уже предупредили об опасности, расклеив объявлению подъездов. И этот случай не единичный. Гадюк сейчас находят в разных районах города. Почему это происходит и что делать при встрече со змеей? Уважаемые родители и жители, в городе зафиксированы случаи появления ядовитых змей. Такое объявление увидели жильцы дома на площади Калинина. Гадюк мы привыкли видеть только на природе, и такая бумажка кажется чей-то шуткой. Тем не менее, сегодня опасных змей можно встретить даже в центре города. Скорее всего, эта гадюка была привезена каким-то любителям, потому что в конце сентября гадюки уже на зимовке находятся. Они уже уходят или в рям, или в какие-то норы грызунов. Они ложатся спать. В это время уже холодно, они уже спят. В октябре их уже нет. Ну, возможно, там как-то там с грибами, там с ягодой где-то куда-то заползла. Но это тоже очень сомнительно. В Новосибирском серпентарии сейчас находится около четырех видов ядовитых змей. Два из них можно встретить в Новосибирской области, а следовательно и на улицах города. Все они живут в специальных клетках. Проходя мимо, так и слышно шипение со всех сторон. Сейчас можно в Новосибирской области встретить гадюку обыкновенную, щитоморник, ну и все. То, что содержится в нашем серпентарии, это вот гадюка обыкновенная, щитоморник, гадюка Никольского и степная гадюка. Степная гадюка и гадюка Никольского – это из южных районов европейской части России. Сами змеи, они не агрессивны, да, они будут на вас бросаться, там, кусать. Пока вы ее в руки не взяли или не наступили, змея агрессию не проявляет такую. Она старается уползти, уйти, скрыться. Что же делать, если вы встретили гадюку? Для начала нужно понять, опасная змея перед вами или нет. Мы воспользуемся вот такой игрушечной неопределенной породой. У настоящей гадюки окрас либо полностью черный, либо с рисунком на спине. Если змея все же опасная, эксперты советуют ни в коем случае не трогать ее руками и сразу же набрать 112. А вот в случае укуса принять антигистаминное средство и вызвать скорую медицинскую помощь. А тем временем обитатели Новосибирского зоопарка готовятся к зиме. Обычно теплолюбивых животных переселяют в зимние вольеры с первыми заморозками. Но в этом году из-за теплой осени некоторые звери до сих пор живут на свежем воздухе. Правда, им сменили рацион. Сейчас хищникам дают почти в два раза больше мяса. А травоядных обязательно кормят сезонными овощами и фруктами. Хороший аппетит – залог того, что животные отрастят густую шерсть и спокойно залягут в спячку. Продолжительная теплая осень положительно сказывается на наших животных. Нам тепло, хорошо, но у нас везде свои нюансы. Ночью все равно у нас стоят прохладные, холодные. Часть теплолюбивых животных уже перенесены в теплые помещения. Еще часть животных, которые еще могут нормально жить при таких температурах, находятся в уличных вольерах. Но все помещения подготовлены. И с первым похолоданием все наши теплолюбивые переедут в теплые помещения. Осень, на самом деле, правда, она достаточно теплая в этом году. Потому что обычно в эти числа октября уже выпадает снег. Посмотрели погоду, по погоде посмотрели, что последние теплые деньки. Уже давно планировали зоопарк, все есть, просто не получалось. И тут подумали, что вот последний день теплый, почему бы и нет. Почему бы не посмотреть на наших замечательных животных. Очень интересно, может быть, что-то поменялось. Я читала о новостях, что привезли пумы мальчика. Вот тоже интересно посмотреть на этого красавца. Приматы, какие-то виверовые, которые способны жить только в теплых условиях. У них с рационом ничего не меняется. Их переводят в теплые помещения, они живут, продолжают то же самое кушать, тот же рацион. Те животные, которые могут жить в условиях нашей окружающей среды. Допустим, по хищным немного увеличивается рацион. Смотрят по их состоянию, то есть как животное нажировывается, как растет. Меховой пахров, все-таки все это меняется. Животные меняются, они сами приспосабливаются к данным температурам. Привет. Радио «Городская волна». Можно слушать в умных колонках. Просто попросите меня включить его. Алиса, включи радио. Включаю радио «Городская волна». Радио. Городская волна. Отличный выбор. Вынести пострадавшего из задымленной квартиры – обычная задача для пожарного, которая сегодня превратилась в тяжелые испытания для журналистов. Им предложили поучаствовать в учениях в роли спасателей. Все как на настоящем пожаре. Много дыма и работа в цепочке по три человека. В полной экипировке и практически на ощупь. Даже еще когда пожарный едет на вызов, в дороге поступает сигнал о том, что помещение задымлено. Сзади него вот тут находится аппарат с сжатым воздухом. То есть он в рюкзаке сразу выскакивает. И в полной экипировке, как только прибывает на место, иногда берет с собой вот такое приспособление, называется «хулиган». Это на то случай, если нужно взломать дверь. По легенде учений, мы должны проникнуть в трехкомнатную квартиру и спасти человека. Помещение все полностью задымлено, поэтому на ощупь нужно каким-то образом отыскать пострадавшего и вывести его наружу. Для этого нам нужно найдеть экипировку. Прежде чем зайти в задымленное помещение, нам нужно закрепить вот такое устройство. Вот тут находится сжатый воздух, который мы будем надышать через эту маску. Здесь указывается давление. Как только оно начнет падать, мы услышим вот такой сигнал. Он будет означать на том, что у нас минимальное количество кислорода, и нужно скорее выйти из помещения. Это звено газодомозащитной службы. Оно должно зайти туда втроем, и все должны живо и здорово выйти обратно. И пострадавшие бывают различные. По весам ведут. То есть человек в безтравленном состоянии намного больше весе, чем человек в сознании. Ваша задача найти пострадавшего, и выкрутите его на следу вон. Понятно? Да. 256-й, звено аварийное на связи. Связывайте с ними. Отлично. Снимаем полностью, все, раздеваем? Да, сейчас. Крайне сложно на самом деле сориентироваться в таком задумленном помещении. Абсолютно ничего не видно, самое главное не потерять команду. Сложно двигаться, плюс еще адреналин, тяжелая экипировка. Сложно найти человека, когда ты буквально на уши работаешь. Поскольку вы сами ползете на колени, тяжело, конечно, человека без сознания вытащить. Соответственно, несмотря на то, что тебе самому тяжело, тебе нужно еще и тащить тело. Покажемся на улицу, все живы на дороге. Да, да. Пробежаться вдвоем в брюках на три штанины, сразиться в воздушном замке и изобразить змейку смогли сегодня воспитанники детских домов Новосибирска. Большие гонки провели в центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей теплый дом. В соревнованиях участвовали 8 команд. Победители наградили кубком и призами. Мы находимся в центре теплый дом. Наша компания с 2011 года проводит здесь спортивный праздник, большие гонки. Здесь надо будет умудриться пробежать в комичных штанах, где всего три штанины на двоих. Здесь надо будет одеть перчатку, которая больше тебя самого в три раза и пробежать эстафету в ней. Здесь надо дружно пройти, как белочка в колесе. В этом году у нас принимают участие 8 команд из 6 учреждений города Новосибирска и Новосибирской области. В каждой команде 6 детей и 2 взрослых. Я капитан команды теплого дома и буду подбадривать свою команду, помогать им, но и также участвовать во всех. Это и тяжело, и весело одновременно. Напрягается абсолютно все тело, адреналин, хочется победить. У нас дети все спортсмены в теплом доме, и поэтому у нас нет отбора, только желающие. Будут кубки, медали, для них это очень ценно. Они очень любят выигрывать, но к пройдущим их тоже подготовим. Книгу с уникальными историями о Новосибирске презентовали сегодня сотрудники городского архива. Научно-популярные издания, рожденные на берегах Аби, расскажут историю районов нашего города с начала 30-х и до конца 80-х годов. Некоторые факты читателя могут удивить, кому-то они даже покажутся вымыслом, но все истории в книге подлинные. Издание дополнили уникальными черно-белыми снимками, которые вызовут ностальгию у любого новосибирца. Особенность издания в том, что она выбирает в себя очень разные материалы, не просто копии архивных документов, подлинных архивных документов, не только текстовую информацию, но и очень большой массив фотоинформации, которые помогали нам собирать для книги администрация районов города и крупные учреждения городские. Мы старались включить в книгу нерастиражированные, мало представленные ранее в различных источниках фотографии, которые могут стать интересным источником для исследования. Быть в курсе последних событий поможет частота 101,4 FM. Слушать можно в умных колонках. Попросите Алису включить радио «Городская волна». А на сайте Носканьюс.Инфо читайте о том, когда состоится общегородской субботник. Смотрите новосибирские новости на платформах Дзен и Рутюб. На этом все. До завтра. Субтитры создавал DimaTorzok